Добрый день, уважаемые соотечественники. Вот Григорий из Харькова задает такой интересный вопрос. Как вы считаете, чем закончится конфликт генпрокурора Уценко и посла США в Украине относительно списка неприкасаемых, которые американское посольство Якова передало киевскому режиму несколько лет назад? Ну, первое, что я хотел бы сказать, я по этому поводу, в принципе, высказывался уже, что вообще-то не делал посла вмешиваться во внутренние дела Украины. Я крайне отрицательно отношусь и к Луценко, и к Порошенко, потому что их реальные дела показывают, что это люди, погрязшие в коррупцию, которые превратили нашу страну, по сути дела, в колонию. Но я еще более отрицательно отношусь к тем попыткам, которые говорят о том, что с Украиной не собираются даже считаться. Мне приходилось уже высказываться по поводу от оскорбительных буквально высловов высказываний вице-президента Соединенных Штатов Байдена, когда он хвастался год, наверное, или полтора года назад, как он заставил Порошенко снять с должности генерального прокурора, значит, тогдашнего генерального прокурора Шокина. Он буквально сказал вот такими словами. Я ему сказал, вот что, значит, либо ты получаешь миллиард, и вот в течение двух-четырех часов снимаешь этого проходимца, как он говорил, даже сукиного сына, с должности, либо ты не получаешь миллиард. Вообще-то это называется по-хорошему шантаж, если оценивать вещи своими именами. Но как я могу к этому относиться? Я отрицательно отношусь к Шокину, считаю, что надо было его снимать. Но в то же время вот такое беспардонное вмешательство со стороны вице-президента Соединенных Штатов, но тоже, так сказать, не может быть одобрено. Я не знаю, говорила это Йованович или не говорила это Мулаценко по поводу списка какого-то, не знаю. Он же не предъявил этот список, не показал его. Но в любом случае, если такой разговор состоялся, а я, вообще-то говоря, допускаю, что такой разговор мог состояться, учитывая поведение этого посла, который говорит, что надо снять, например, заместителя генерального прокурора Холодницкого. Да, опять вот, ну, да, он никак себя не проявил на посту там руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Наверное, надо его снять, безусловно. Но какое твое дело, госпожа посол? Твое дело налаживать двухсторонние украино-американские отношения, способствовать культурному обмену, экономическому обмену. Почему ты мало что делаешь в плане экономики, например? У нас товароборот с Америкой, вообще-то, мизерный, нулевой. Даже если он завтра прекратится, то Украина абсолютно никак от этого не пострадает. Наоборот, выиграет, потому что не будем уголь завозить, так свой будем добывать. Не будем тепловозы завозить, так свои будем тепловозы строить. Вот. Он нам не выгоден такой вот обмен, так сказать. Но вот функция посла заниматься, вот, например, такими вопросами, а не указывать, кто на каких посадах, на каких должностях должен работать. Это вообще недопустимо в международной практике. Но американцы считают себя вот таким вот государством, нацией, светочем демократии, мира, которым позволить на все. Вот. И к чему? Вот почему такое произошло? Да произошло потому, что после государственного переворота к Украине пришли люди, которые стали полностью зависеть от американцев. Полностью. И в финансовом отношении, и в политическом отношении. Но завтра американцы дадут отмашку раскрыть там какие-то секретные документы с Центрального разведывательного управления или каких-то своих спецслужб. И мы с вами очень много интересного узнаем. Вот. И окажется, что те, кто считают себя президентами, какими-то секретарями Рады национальной безопасности и обороны, в общем-то, мелкие шестерки на побегушках у американцев. Поэтому чем это закончится конфликт? Да, на мой взгляд, ничем. Потому что для Порошенко Уценко – это ручной генпрокурор, который выполняет все его команды. Вот. Он дает команду ФАС, и против любого человека возбуждается уголовное дело, независимо от того, есть ли состав преступления, есть ли события преступления. А вот просто, так сказать, начали, посадили в тюрьму. А, так сказать, был бы человек, а дело найдется по такому принципу. Поэтому, если в результате этого конфликта Уценко выгонят, то это будет только позитивно. Если в результате этого конфликта госпожа посол будет заменена, тоже неплохо, потому что приедет новый посол, который, в конце концов, поймет, что он просто посол, а не гуляйтер и не губернатор, вот, генерал-губернатор, такой вот колонии, как Украина, да? Поэтому, в принципе, этот конфликт сам по себе позитивен. Потому что в любом, как бы он не разрешился, он принесет нашей стране плюс. Ну, можно предположить, что, значит, кто-то там в государственном департаменте, так сказать, вобидится. Но обижаться государственным департаментом не на что, потому что госпожа посол явно пренебрегла дипломатическим этикетам. И даже возникает вопрос, вообще, а где она обучалась этому дипломатическому этикету и дипломатическим правилам? Ну, знаете что, вот в данной ситуации, на мой взгляд, этот вопрос конфликта, в общем-то, так сказать, на мой взгляд, достаточно искусственный. Если бы Уценко об этом публично не заявил, то и конфликта бы не было, согласитесь со мной, да? Он искусственный, он обусловлен, конечно, прежде всего, внутриполитическими причинами. И не стоит на него так серьезно реагировать. Как бы надо было отреагировать? Могло бы закончиться очень простым высылкой посла из страны, если это действительно имело бы место. Но, конечно, киевские марионетки на это никогда не пойдут. Значит, вопрос стоит о том, чтобы в стране появилась действительно суверенная независимая проукраинская власть. Субтитры создавал DimaTorzok